Привет! Сегодня я расскажу о том, как взять вот такую открытку молодому человеку в стиле ретро. Давайте начинать! Итак, берем лист акварельной бумаги. Сегодня я взяла размеры 9,5х14 см. Так как открытка у нас будет в стиле ретро, мы не вырезаем, а обрываем листочки бумаги. Размеры на 5 мм меньше, чем у нас заготовка. Пусть эти кусочки будут немного неровными. Также можно сделать вот такие надрывы небольшие. Лучше, чтобы они были разной длины. И теперь пилочкой для ногтей обработаем края, чтобы они стали более махристыми. Теперь обработаем края штемпельными чернилами. Нужно выбрать какие-то компоненты, которые нам подойдут под стиль нашей открытки. Поэтому я выбираю вот такую вот наклейку. Выбираю вот из такого вот набора. Небольшой фрагмент. Далее, так же, как и с фоном, мы немножко обрабатываем пилкой края, чтобы они не были такими ровными. Далее, так же, как и с фоном, мы не обрабатываем края. Края наклейки нам тоже нужно обработать. Теперь приклеиваем наклейку. Далее нам понадобится вот такой шнур бумажный. Мы отмеряем длину, которая нам подходит, и обрываем. Далее вам нужно подобрать фон под вот этот фрагмент. Я выбрала светлый фон. Фон стилизован под вырезку из газеты. Также найдите кусочек бумаги темного цвета. Это будет небольшая подложка под вот эту тесьму. И здесь у нас будет располагаться надпись «Поздравляю». Теперь, конечно же, нам нужно обработать края штемпельными чернилами. И так же, как и с фонами, мы все это приклеиваем. Далее, теперь мы все это приклеиваем. Далее начинается самое интересное. Нам нужно пройтись машинной строчкой по краю. И в некоторых местах пройдемся зигзагом. Вы можете выбрать и другие виды строчек. Все зависит от того, какие возможности вашей швейной машинки. Для внутренней части открытки я оторвала небольшой кусочек такой же бумажной тесьмы. И дыроколом сделала сердечко. И обработала его также штемпельными чернилами. И прошлась тоже строчка зигзагом вверх и внизу. Теперь мы все это приклеим на нашу заготовку. Добавим наклейку с машиной. А сюда надпись «Поздравляю». Из вот такого набора наклеек я уже его показывала. Наклейку с машины я переклеила немножко повыше. И добавим вот сюда бантик из шпагата. Это обычный хозяйственный шпагат. Он продается в любом хозяйственном магазине. И вот сюда еще пониже бантика добавим еще маленький бантик из красного шнура. Наша открытка готова. Вот такая вот открытка у нас с вами получилась. Если вам понравился мой мастер-класс, пожалуйста, поставьте лайк, расскажите друзьям, подписывайтесь на мой канал. Если есть какие-то вопросы, обязательно оставляйте их в комментариях. Я, конечно же, на них отвечу. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok